Сочинение «Как я провел это лето» у этих детей будет явно самым неординарным. В эту реанимацию попадают подростки в алкогольном опьянении. Самым маленьким пациентам всего 9 лет. За полгода здесь побывали уже 8 рано повзрослевших человек. Все они отравились алкоголем. Попадают и девочки, и мальчики, как правило, без сознания и в тяжелом состоянии. Запускаются метаболические процессы, которые детским организмам очень сложно выводятся. Метаболиты очень сложно выводятся детским организмам в связи с тем, что незрелость метаболических процессов органов ЖКТ, то есть это печень не сразу справляется, не сразу реагирует поджелудочная железа. Нет достаточных количеств ферментов для того, чтобы быстренько это все утилизировать, скажем, грубо говоря, у взрослых людей. Плюс это еще незрелость нервной системы. В этом году в отделении пациентов стало больше. Врачи связывают это с тем, что были сняты ковидные ограничения, и дети стали чаще выпивать в компаниях. Этой девушке 15 лет. Сейчас она на строгом контроле родителей. Готовится к экзаменам, которые пропустила весной из-за наркотиков. Я связалась с плохой компанией. Начала употреблять наркотики. Начались уходы из дома, изменения в психике и так далее. А что за наркотики? Скорость. Наша героиня посещает реабилитационный центр «Родник». В этом году этот центр с профилактической целью посетили уже более 4 тысяч подростков. Некоторым детям необходима серьезная медикаментозная психологическая помощь. За год через дневной стационар здесь проходит около 200 детей. Вот только у половины из них потом случается рецидив. По подсчетам, опять же, последние два года это порядка 50-54%. Может быть спровоцирован рецидив, к сожалению. Показатели достаточно тревожные. Показатели по Российской Федерации Алтайский край превышают. Порядка раза в два выше. Ребенок-алкоголик или наркоман – это не только плохая компания. Часто проблемы возникают в семье подростка. Кстати, если ребенок попадает к врачам в опьянение, семья оставится на учет. И эти последствия ребенок заберет с собой во взрослую жизнь, навсегда запятнав свою биографию. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.